Мой друг говорит, ты очень любишь свою жену. Я говорю, ненавижу. Я её боюсь. Она большая, крупная, бьёт, чем попала. Ругает, гоняет по двору. Он говорит, почему столько детей наделал? Я говорю, прятаться удобно, когда много людей. А вообще женщины у нас в Востоке... Вот я удивляюсь, женщины, вы здесь сидите, отдыхаете. В России же за второго ребёнка деньги платят. У нас бесплатно рожают, вы знаете? Бесплатно. Вот сколько хочешь нарожают. Если наше государство будет платить, бабушки тоже начнут рожать. У нас единственная проблема, все хотят мальчиков. Ну мы же, восточные люди, нужен пацан, пацан. Вот родила четверых мальчиков, теперь девочка нужна. Одна женщина родила девятых пацанов, девять мальчиков. Муж каждый день пьёт, говорит, если дочка не будет, вообще развод будет. Давай дочку рожай. Она бедная опять в роддоме лежит. Господу молится, о, Всевышний, помоги. Сделай так, чтобы вот это оказалось, девочка. А то я устала, я уже живу в роддоме, мне надоело это. Ну, надо пораньше просить, два часа осталось уже, куда уже? Опять мальчик родился, муж каждый день пьёт. Ну, восточные женщины спокойные, но они тоже умеют ругаться. Жена говорит, ну чё ты пьёшь каждый день, только из-за того, что мальчики. Тебе нужны девочки, вот этих скоро женим, вот пойдут девочки. Муж говорит, я не из-за этого пью, не из-за этого ругаюсь. А из-за чего? Сейчас посмотришь, из-за чего. Дети, давай, ой, становись по росту. Все дети стали по росту. Муж говорит, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одинаковый, чёрный, 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 чёрный. Как я, ксерокопия, видишь? От десятого, посмотри, рыжий. Вот почему я пью, почему девять чёрный, а ты рыжий. Вопрос, рыжий чей? Чё ты чё? Это твой ребёнок. Почему он рыжий? Сказать? Говори. Поменьше надо пшеничную водку пить. Неправильно. Вот наш сосед Гиви постоянно красное вино пьёт. У него дети же не красные. Чё ты мне мозги пудрешь? Скажи честно. Рыжий чей? Она говорит, рыжий твой. Не верю, поклянись. Клянусь, что это рыжий твой. Всё? Всё, помирились. 65 лет вместе жили. Ну, 95 уже старик, он уже помирает. Он говорит, старушка, я умираю. Последний раз спрашиваю, рыжий чей? Умираю спокойно, рыжий твой. Последний раз поклянись. Я скоро попугаем стану. 65 лет клянусь. Рыжий твой, да? А у девятых отцы давно умерли, но рыжий твой. Представляете, такая картина, Казанский вокзал. Поезд Москва-Ташкент уже отходит. Такой нормальный узбек в чипане, в халате, такой прибегает. Он говорит, ой, ушла, ушла. Зачем ушла? Почему ушла? Меня бросила, ушла. Ой, ушла. Ой, ушла. Зачем ушла? Почему ушла? Меня бросила, ушла. Ой, ушла. Ой, ушла. Подходит начальник в вокзале, говорит, что орешь, узбек, что орешь? Кто ж, жена ушла? Здравствуй, товарищ начальник, жена дома, Ташкент, поезд ушла. Что, что? Поезд ушла, я не догнал. Слушай, дорогой, ты здесь живешь, в Москве, пора научиться. Поезд, слово мужского рода, понимаешь? Поезд не ушла, а ушел. Товарищ начальник, у меня такая трагедия. Поезд ушла. А ты мне, говорит, мужской род? Что я теперь под каждый вагон буду смотреть, да, женский род? Одна женщина скоро постично скончалась. И вот мужики ее несут на последний путь. Я не знаю, вот первые два мужика, то ли они заснули, то ли не увидели. Ну, в общем, оба сразу попали в яму. И гроб упал в землю. Хорошо, что он упал. Оказывается, женщина не умерла. У нее была клиническая смерть. Вот как гроб упал, сердце заработало, женщина встала и сказала, здрасте. Четыре мужика сразу инфаркт умерли. Если бы этой ямы на дороге не было, живого человека бы закопали бы. Но она с этим мужем прожила еще 10 лет. Через 10 лет она по-настоящему умерла. Опять мужики несут ее. Впереди бежит ее муж. Ребята, только осторожно. Не споткнитесь. Все. Все.